Петербургский международный экономический форум Центральная тема в российских и международных СМИ За прошедшие десятилетия он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом Тема форума 2016 года, который стартовал 16 июня, на пороге новой экономической реальности О том, что предпринимается в Орловском регионе для развития бизнеса, будем говорить сегодня Это Первое правительство, я Наталья Пехтерева, здравствуйте Одним из критериев оценки деятельности региональных властей является объем привлеченных инвестиций Этот показатель актуален и на федеральном уровне, и на мировом Поэтому прежде всего губернатор ставит задачу создания условий для их привлечения Рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, инфраструктуры, напрямую влияет на уровень и качество жизни орловчан Все реализуемые меры государственной поддержки начали приносить экономический эффект Данные приводят в правительстве региона По сведениям Орелстата, на конец 2015 года в Орловской области зарегистрировано почти 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства С 2014 года наблюдается положительная динамика роста субъектов малого и среднего предпринимательства Это связано в том числе и с тем, что ежегодно в Орловской области проводятся мероприятия, направленные на снижение налогового времени для субъектов малого и среднего бизнеса А также с корректировкой размера страховых платежей на федеральном уровне В последние годы отмечается стабильный рост объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачиваемых по специальным режимам налогообложения В 2015 году субъекты малого и среднего бизнеса обеспечили региональному бюджету свыше 1 миллиарда 300 миллионов, что выше на 6,6% по отношению к показателю 2014 года Также положительную динамику показывает оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году Этот показатель вырос на 8% и составил 162 миллиарда 5 миллионов рублей При всех отрицательных моментах, которые происходят в стране, при тех кризисных явлениях, которые сегодня существуют В том негативе в экономике, мы создали такие условия, что вместо снижения провала по количественным и качественным показателям предпринимательской деятельности У нас есть рост и рост, надо сказать, достаточно приличный Уже восьмой год подряд действует субсидирование начинающих предпринимателей За этот период гранты на начало бизнеса получили более 170 человек и малых компаний На сумму, превышающую 50 миллионов В текущем году Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности запланировал проведение двух конкурсов Для представителей малого и среднего бизнеса Первый конкурс направлен на поддержку начинающих предпринимателей В нем могут принимать организации и индивидуальные предприниматели Чей срок регистрации в Орловской области составляет менее одного года Департамент экономического развития готов предоставить субъектам малого и среднего бизнеса Субсидию в объеме до 300 тысяч рублей По следующим направлениям поддержки В сфере промышленности, в сфере сельского хозяйства В сфере инновационной деятельности, в сфере социального предпринимательства Со своей стороны предприниматели должны обеспечить 15% софинансирование данного гранта В первую очередь А также обеспечить максимальные комфортные условия для работников своих предприятий Мы будем очень приветствовать среднюю заработную плату в объеме более двух минимальных окладов труда Двух мрот на предприятии Второй конкурс касается конкурса по субсидированию оборудования Здесь могут принимать уже компании, которые работают на территории Орловской области более одного года В конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства На которых работает более пяти человек К субсидированию может быть предоставлено приобретенное новое оборудование Купленное у официальных дилеров или производителей Неважно, российских или иностранных Мы субсидируем 50% стоимости данного оборудования Но не более 4 миллионов рублей из расчета на одного получателя субсидий Всесторонняя финансовая помощь малому и среднему бизнесу в идеале должна позитивно повлиять на развитие сферы услуг Или производство новой продукции В правительстве региона, говорят так, предстоит еще очень большая работа По созданию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности Так как борьба за инвесторов становится более жесткой Однако сделано, в том числе на законодательном уровне, довольно немало В 2015 году внесены изменения в региональные нормативные правовые акты, касающиеся льготного налогообложения В областные законы об установлении налоговой ставки в размере 0% для предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения Добавлены виды деятельности в сфере оказания бытовых услуг В 2015 году вступили в силу областные законы, устанавливающие налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей Применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах Действовать налоговые каникулы будут непрерывно в течение двух лет со дня государственной регистрации Ставка налога по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения для них за этот период составит 0% При этом доля доходов от реализации товаров, работ, услуг при осуществлении видов деятельности, в отношении которых применяется льгота, в общем объеме доходов должна быть не менее 70% На сегодняшний день в нашей правительстве Российской Федерации такая идеология, что поддержка государственная должна быть на принципах ГЧП Государственной частной партнерства Что это означает? Это означает, что государство поддерживает те предприятия, которые уже состоялись, поддерживает в части развития Поэтому из этого ясно следует, что малое и среднее предпринимательство – это тот драйвер, от которого будет идти развитие промышленности Российской Федерации Помощь бизнесу – фонд микрофинансирования, о нем мы расскажем во второй части программы и фонд поддержки предпринимательства С 2010 года при помощи последнего было предоставлено около 350 поручительств на сумму более 750 миллионов рублей Что позволило предпринимателям области получить почти 2 миллиарда рублей банковских кредитов Предоставление поручительств – это основная цель создания нашего фонда Это по объему, это наиболее крупная форма поддержки, которая проводится Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Значит, касательно адресатов поддержки Это предприниматели Орловской области, которые здесь зарегистрированы, ведут бизнес с чистой кредитной историей, с отсутствием задолженностей перед бюджетом Да, гарантийная поддержка – наиболее объемная форма господдержки бизнеса, но форма далеко не единственная Пользуется спросом консультационная поддержка предпринимателей региона Среди наиболее востребованных услуг – подготовка документов для регистрации бизнеса Введение удаленной бухгалтерии, кадровое сопровождение бизнеса, услуги по составлению бизнес-планов В 2015 году на базе Фонда поддержки предпринимательства был открыт Центр кластерного развития Давайте напомним, что такое кластер, территориальный кластер Это совокупность предприятий, которые объединены с кооперационной целью, с целью производства новой услуги или продукции Значит, в 2015 году мы получили государственную поддержку на первый наш кластер Это кластер ГЛОНАСС с использованием технологии GPS Уже сейчас мы можем рассказать о наших успехах, то есть государственная поддержка не прошла зря В настоящий момент реализуется пилотный проект в городе Москва Напомним, в минувшем году Орловщина вошла в число регионов России с комфортными условиями для бизнеса В этой группе Краснодарский край, Москва, Ростовская область и ряд других регионов Одна из приоритетных задач инвестиционной политики – повышение индекса Орловской области в национальном рейтинге Далее обзор событий, наша рубрика интервью На вопросы ответит Валентина Коськина, руководитель фонда микрофинансирования области Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Николай Овсиенко побывал в Орловском регионе 15 июня Время рабочей встречи с губернатором Вадимом Потомским обсуждались вопросы подготовки Орла к грядущему юбилею Объект уже у нас в высочайшей степени готовности, все без исключения Сегодня объект, который наибольшего уделяем внимания, это стадион имени Ленина Там у нас подрядчик, мы все обустроим, у него какие-то проблемы есть по другим субъектам Российской Федерации Они проводят работы, к ним есть претензионные судебные в том числе вопросы И они так или иначе отражаются Там и объем самый большой Там и объем самый большой достался, значит, стадион Ленина И, наверное, это все Что касается многофункционального медицинского центра Я, Александр Мючев, Беглова докладывал Там уголовные дела, хищения очень крупные В тех объемах средств, которые остались, сегодня работа идут Но мы его не сможем в этих деньгах весь девятиэтажный корпус сделать Потому что их физически не хватает Надо будет с этим что-то решать И только после того, когда появятся какие-то решения по уголовному делу Также Вадим Потомский рассказал о том, что в канун празднования Дня города В Орел планирует приехать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Вчера позвонили, сказали, что патриархов планы изменились Он приедет 28 июля на день крещения Руси Князя Владимира, понимаете? То, что обычно проходило только в Москве Ну и вы понимаете В Киеве проходило И да, теперь вот если это на самом деле остается 28 июля Для нас это событие, которое, да Это предше день, да, очень серьезный И именно вот в канун как раз 5 августа по Лосе К работе в Орловском регионе присупил новый руководитель УФСБ Валерия Качкарева на заседании правительства представил всем собравшимся губернатор Вадим Потомский Перед назначением в Орел глава ведомства работал заместителем начальника УФСБ России по Ульяновской области Лучшим медицинским работникам региона вручены награды На торжественном собрании их поздравили областные и городские власти Сегодня в отрасли здравоохранения Орловской области трудится около 18 тысяч человек Выполняя программы по развитию здравоохранения федерального уровня Выполняя указы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Здравоохранение в Орловской области развивается и развивается достаточно интенсивно Дел много, будет приятно, если к следующему празднику мы сможем отчитаться о новых успехах А сейчас хочется поздравить вас сердечно с праздником Мы гордимся вами и вам есть чем гордиться самим своей работой С праздником вас, здоровья вам, благополучия, всего самого наилучшего Орловские новоиспеченные бизнесмены могут рассчитывать на помощь фонда микрофинансирования Который уже помог встать на ноги сотням предпринимателей Подробности нам расскажет его руководитель Валентина Коськина Здравствуйте, Валентина Сергеевна Добрый день В этом году на базе фонда микрофинансирования, который вы возглавляете Начал работать региональный центр поддержки экспорта В чем его основные функции и задачи, на кого он рассчитан прежде всего? Да, действительно В текущем году принято решение В первую очередь губернатором Орловской области По инициативе и поддержке Департамента инвестиций и экономического развития Орловской области В соответствии с требованиями Министерства экономического развития Создать на базе Орловского фонда микрофинансирования региональный центр поддержки экспорта В первую очередь он рассчитан на субъекта малого и среднего предпринимательства Во внешнеэкономической деятельности Экспорта ориентированных субъектов малого предпринимательства Те, кто уже работает, заключает контракты и поставляет свою продукцию на внешний рынок Выходит на зарубежные страны В первую очередь это будет относиться в части оказания информационной поддержки Консультации, организации и проведение семинаров, встреч, бизнес-миссии Выезжать будут наши субъекты совместно с сотрудниками центра поддержки В страны как ближнего зарубежья, так и в иностранные государства Для того, чтобы все эти услуги получить, что нужно сделать в первую очередь? Прийти к вам? Расскажите весь алгоритм действий Центр поддержки находится по адресу Салтыкова, Щедрина, 34 В фонд можно обращаться, придя лично непосредственно к сотрудникам центра поддержки экспорта Сейчас в настоящее время разрабатывается сайт Будет вся информация о всех запланированных мероприятиях по поддержке экспортоориентированных субъектов Будет помещена там, поэтому все субъекты малого и среднего предпринимательства Орловской области Кто связан по тем или иным вопросам и интересна им эта тема Они могут обращаться как лично при встречах, так и посредством информации Той информации, которая будет размещена и помещена на странице нашего сайта Валентина Сергеевна, теперь предлагаю перейти к более привычным направлениям работы фонда Какие услуги предоставляете прежде всего и насколько востребованы они? Фонд микрофинансирования Орловской области уже с 2009 года занимается Самым традиционным направлением государственной поддержки Предоставляем микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства На их развитие, поддержание, на их стабилизацию Какие объемы? Сначала деятельности капитализация нашего фонда и на сегодняшний день Составляет чуть более 300 миллионов рублей Но это не помешало за весь период деятельности предоставить Субъектам малого и среднего предпринимательства Средства государственной поддержки в виде микрозаймов По количеству более 2,5 тысяч займов Это на сумму где-то около 1,6 миллиарда рублей Почему предпринимателю выгодно обращаться к вам? В чем плюсы? Да, хотелось бы обратить внимание всех субъектов малого предпринимательства Примечательно то, что наши микрозаймы в фонде микрофинансирования Имеют особые преимущества Их можно отличить несколько назвать Это в первую очередь доступные процентные ставки За время работы фонда микрофинансирования Та процентная политика, которая определялась губернатором Орловской области Нашим департаментом экономического и инвестиционного развития Как учредителем фонда микрофинансирования Она имела тенденцию постоянного изменения только в сторону уменьшения Начинали фонд микрофинансирования с 2009 года выдавать предоставлять микрозаймы В размере 16% годовых За это время ставка все время снижалась И как бы на сегодняшний момент по уровню и по факту 2015 года Она вышла на чуть более 8% годовых Это средняя ставка Если посмотреть минимальные и максимальные процентные ставки То у нас получается по фонду микрофинансирования Минимальная ставка 4% годовых Максимальные 18% годовых И зависит она в первую очередь от сферы деятельности Нашего субъекта малого предпринимательства От срока займа От уровня заработной платы Можно ли обращаться повторно за займом? Да, повторно можно обращаться И все желающие субъекты об этом информированы И имеют такую возможность Самое главное, чтобы в совокупности Несмотря на количество заключаемых договоров займа И получаемых денежных средств Максимальная сумма не превышала на сегодняшний момент 3 миллиона рублей Да, хотелось бы отметить те нововведения в фонде микрофинансирования Которые произошли именно за этот прошедший период До 2015 года займы предоставлялись Субъектам малого предпринимательства На срок 12 месяцев Это был короткий срок Достаточно, надо это отметить и признать С 2015 года По многочисленным просьбам И наших предпринимателей Министерством экономического развития Было принято решение удлинить сроки Предоставления микрозаймов По микрофинансированию И весь 2015 год Мы предоставляли займы Сроками до трех лет С апреля 2016 года С текущего года Увеличилось максимальный размер Предоставляемых микрозаймов С одного миллиона рублей Он был увеличен до трех миллионов рублей Данное нововведение позволили Субъектам малого предпринимательства Более эффективно Осуществлять свою предпринимательскую деятельность Развиваться В данном случае Хотелось бы обратить внимание Отметить Увеличилось Количество заявок Предоставляемых фонд микрофинансирования Со стороны Сельхозпроизводителей Производственников Обращаются к нам Как на Приобретение Основных средств Так и Приобретение объектов Недвижимости Малентина Сергеевна Должны ли отчитываться Предприниматели О том Как они Распоряжаются Этими средствами Которые получили у вас в фонде Да Обязательно Это один из принципов И требований Нашего микрофинансирования Дается определенный срок Этот срок прописан В наших договорах займа В течение 30 дней Все субъекты Малопредпринимательства Получившие Займ в фонде Микрофинансирования Обязаны предоставить Документы По целевому использованию Что говорят клиенты Вашего фонда? Анализируя Динамику развития Фонда микрофинансирования Можно сказать об одном Что фонд Достаточно стал узнаваемым В предпринимательской среде С каждым годом Те обращения Субъекта малопредпринимательства За микрозаймами Фонд микрофинансирования Говорит о том Что Работа фонда С каждым годом Становится все успешнее Все привлекательнее Вот за годы работы Фонд получал признание На всероссийском уровне Расскажите об основных успехах Мы считаем Что данный успех Фонда микрофинансирования Заключен прежде всего В эффективности Предоставляемых Средств микрофинансирования Основными показателями Работы фонда микрофинансирования Является Предоставление Средств Заемных средств Тем субъектам Малого и среднего предпринимательства На их развитие Кто Берет на себя Определенные В том числе и повышенные Обязательства В создании новых Рабочих мест В сохранении Ранее имеющихся Так вот Хочется отметить За итоги Как бы Данных показателей За 2015 год Те субъекты Которые получили В фонде микрофинансирования Денежные средства В виде заемных средств Это помогло им Создать Около 200 новых Рабочих мест И сохранить Рабочие места Более Трех тысяч С каждым годом Эти показатели Успешно Увеличиваются Развиваются В связи с этим Мы ежегодно Подаем В конкурсную Документацию От Департамента Экономического Развития И инвестиционной Деятельности Орловской области На ежегодные Конкурсы Для получения В Орловскую область На микрофинансирование Как одно из направлений Средств Государственной Поддержки Государственных Бюджетных Федеральных Субсидий Из года в год Мы их получаем В размере 30-40-50 миллионов Рублей Также у нас И прошел Конкурс И в текущем году И это говорит о том Что работа фонда Микрофинансирования С направлением Микрофинансирования Как одно из средств Государственной Поддержки Признана на федеральном Уровне И нас поддерживают Валентина Сергеевна В целом Как оцениваете Бизнес и инвестклимат В Орловской области Сейчас правительством Региона Реализуется программа Открытый Орел Как фонд В нее вписывается В эту программу Ну фонд Микрофинансирования Прежде всего Вписывается Мы считаем Однозначно В плане Решения И поддержки Приоритетных Направлений И приоритетных Задач Развития Нашей области Как мы для себя Отмечаем Это в первую очередь Касается сферы Производства Чисто производства Переработки Вот Анализируя структуру Предоставляемых Микрозаймов Мы видим Что это направление Развивается Из года в год В структуре Предоставляемых Займов У нас сейчас Реальный сектор Экономики Занимает Более 50% Где-то Процентов 30 Приходится На Сельское Хозяйство На сельхозпроизводители 23% Приходится На чисто Производство И переработку Ну и по 20% Это услуги В основном Перевозчики Пользуются Есть торговля Ну и прочие Валентина Сергеевна Спасибо вам За сегодняшнюю беседу Спасибо вам Наталье За приглашение За возможность Выступить в эфире И пользуясь случаем Хотелось бы От себя лично От фонда Микрофинансирования Поздравить всех Субъектов Малого предпринимательства В первую очередь Наших клиентов Фонда Микрофинансирования С всероссийским Праздником Днем предпринимательства Пожелать им Доброго здоровья Успехов Процветания И нашего тесного Сотрудничества И взаимодействия Это была программа Первое правительство Все наши выпуски Можно посмотреть на сайте Обладин.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова